Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня гость открытой студии, заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия Ольга Валентиновна Лукина. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Добрый день. Ольга Валентиновна, тур отрасли региона Карелия в коронавирусные ограничения вошла одной из первых. И возникает вопрос, как в данной ситуации эта отрасль перестраивалась, и какие корректировки были сделаны в плане мероприятий, например, которые были запланированы ранее? Мы, наверное, вошли одни из первых и вышли практически одни из первых, потому что север Республики Карелия был открыт уже 1 июня, и как только его открыли к нам, сразу же поехали на север туристы. А когда были сняты ограничения 15 июня по всей остальной территории Карелии, то в этом году просто к нам хлынул поток туристов, такой неожиданно хороший, большой. И мы очень рады этой ситуации, хотя, конечно же, к сожалению, из-за ограничений у нас не состоялись очень многие мероприятия, в том числе и связанные со столетием Республики Карелия. А почему именно вы первые вышли из этих коронавирусных ограничений? Да, потому что очень многие регионы были долго закрыты, и когда Карелию открыли, то есть вот пошагово, то есть поэтапно, потому что на севере у нас заболеваний практически не было, заболеваемости, и поэтому у нас глава разрешил 1 июня уже принимать туристов. Когда проводятся опросы жителей России, куда бы они хотели попасть, поехать, что для себя открыть, то Карелия, как правило, входит в четверку самых интересных и желаемых направлений. Во-первых, потому что мы близко, всего лишь тысяча километров от Москвы, 420 километров от Санкт-Петербурга. У нас очень хорошее, удобное сообщение, то есть у нас и поезда, которые идут и до столицы Карелии, и до Петрозаводска, и через нас проходят все мурманские поезда, то есть на мурманском направлении. У нас в связи с открытием горного парка Рускеала и таким его уже глобальным статусом, который он сейчас имеет, самые посещаемые достопримечательности Карелии, был открыт РЖД, очень хороший маршрут, Москва-Санкт-Петербург-Сартовала, которым не воспользоваться просто грех. То есть ты вечером садишься в поезд в Москве, и ты уже утром приезжаешь в Приладожье. Место, которое называли местные жители, называют финским Крымом. То есть это место, где у нас самый хороший считается климат в Карелии. И у нас достаточное количество самого разного размещения, то есть это от ВИП-уровня, это база отдыха, гостевой комплекс дачи Винтера, либо, например, Ладожской усадьбы, есть точка на карте, очень хорошего уровня размещения, до самых простых, до кемпингов, глэмпингов, до хостелов. То есть на любой кошелек, так скажем. Ну и еще в рейтинге я знаю, что обязательно учитывается количество достопримечательностей. Ну здесь мы можем с вами говорить часами, и это действительно так. Мы богаты не только нашей природой, но и тем архитектурным наследием, и нашими церквями, и вообще нашим деревянным зодчеством. Ну вот некоторые туристические проекты Карелии, как и других регионов, получают с периодичностью какие-то гранты. Вообще, что нужно для того, гранты от Ростуризма, что нужно для того, чтобы получить этот грант, и в каких сферах туризма обычно получают в Карелии эти гранты? Вы знаете, в конце прошлого года, в ноябре, вот как раз подвели итоги. Ростуризм, конечно, сделал беспрецедентную акцию, собирали заявки на гранты. Максимум можно было получить 3 миллиона рублей. У нас от Карелии пошло 97 заявок. 90 было рассмотрено, то есть они прошли. И у нас 20 счастливчиков, которые попали вот в эти вот 500 первых, которым выделена была денежка, у нас придет из федерального бюджета 46 с лишним миллионов на совершенно разные проекты. То есть это будут экологические тропы в знаменитых местах достаточно. То есть одна будет тропа сделана в местечке Залабруга, там, где у нас находятся на скальной рисунке знаменитые карельские петроглифы. Вторая экологическая тропа будет предполагать обустройство тропы в Калевальском районе. Там проходят знаменитые ежегодные гонки, называется «Калельская сотня». Когда ты, если тебе есть 18, и ты не старше 80, можешь встать на лыжи и попробовать пробежать столько, сколько ты пробежишь. Но там сделан радиальный такой круг, 100 километров ты можешь себя испытать. То есть там врачи, возможность перекусить по ходу и так далее, и так далее. И каждый год мы принимаем максимум 75 человек может участвовать в этой гонке. Это те люди, которых мы размещаем, кормим, плюс тот обслуживающий персонал, который работает во время гонки. Это вот проходит в марте месяце. Вот на обустройство вот этой вот трассы, которую хотят сделать не только зимний, да, для лыжного вида отдыха, ее хотят сделать круглогодично, эту трассу. Для этого требуются деньги, потому что это тайга, и тайга постоянно зарастает, это все надо чистить, это достаточно дорогое удовольствие. И в этом году мы там впервые проведем чемпионат, ну такой, наверное, сейчас пока местный, не международный, по эндуро-гонкам. Эндуро – это такие мотоциклы, специальные гоночные мотоциклы. И вот в Каливальском районе пройдет вот эта гонка по пересеченной местности на мотоциклах. Ну вот помимо грантов на экотропы, на какие-то еще программы были выделены гранты? Да, у нас были выделены гранты на строительство глэмпингов вот в деревне Киндосова. Еще у нас будут интересные очень тревел-хижины. Тревел-хижины – это когда совершенно-таки небольшие домики, которые устанавливаются в любом месте практически, но главное, чтобы это было место очень красивое. И я вообще считаю, что в Карелию очень много таких ландшафтных театров. Вот если удастся поставить вот такие вот хижины прямо вот в таком ландшафтном театре, и одна стена вот в этой хижине, она стеклянная. И при этом они теплые, все там, все очень хорошо и удобно для туристов. Но когда ты утром просыпаешься, и у тебя такая картинка, я думаю, что это очень интересно. И еще очень интересный тоже грант вот ребята получили, ребята, которые занимаются восстановлением деревянных судов, исторических судов. И они же получили грант на создание маршрута по ладожским шьерам. Вот опять же на вот этих деревянных исторических судах. То есть сейчас мы с вами там ходим на байдарках, либо люди ходят на катерах. И я думаю, что это будет очень вкусный туристический продукт. Вот они его готовят в 2021 году. Вот на это еще получили деньги. Понятно. То есть там можно на лыжах, на мотоциклах, можно бегом. Понятно. А ну вообще, насколько климатические, природные, уникальные условия Карелии вообще влияют и привлекательны, и влияют на длительность посещения этого региона? Ой, вы знаете, некоторых это отталкивает. Некоторые реально боятся, говорят, ой-ой-ой-ой, я не поеду, там холодно. А что у вас брать? А как одеваться? Вот. Некоторые, наоборот, говорят, что не страшно, поехали, значит, сейчас тем более любая экипировка есть. То есть все зависит от самого человека. А во-вторых, вы знаете, я всегда говорю, вот когда звонят люди и говорят, мы хотели бы за три дня, за три дня посмотреть всю Карелию. Я говорю, это нереально. 186 тысяч квадратных километров, огромнейшее расстояние. И если, например, даже ехать на маршрут Кижи-Валам-Соловки, наши знаменитые триптих, наши знаменитые острова святые, то если Валам расположен на Ладожском озере, остров Кижи, так уж сложилось на Онега, то Соловки – это Белое море, и красивый тур получается только при наличии у вас свободных пяти дней. А вообще я считаю, что на север нельзя ехать бегом, нельзя ехать в припрыжку, надо ехать красиво, чтобы успеть погрузиться, чтобы ты не только посмотрел красоты и достопримечательности, чтобы ты успел, знаете, ощутить, в каком месте ты находишься. Ведь север, он не каждого пускает, и не каждого пускает в себя, и не каждого потом отпускает. Вот Карелия – это, наверное, как прогоры, да, ходит либо один раз, либо всю жизнь. У нас очень много возвратных туристов и людей, которые просто потом говорят, мы не понимаем, что, но вот мы не можем. У нас уже каждый год, но вот на несколько дней надо приехать в Карелию. Это прекрасно. А расскажите, пожалуйста, об архитектурных достопримечательных сетях этого региона. Ну, наверное, самая наша знаковая история – это остров Кижи. Сейчас, в этом году, кстати, в 21-м году, у нас же перенесли официальное открытие Преображенского собора, Преображенской церкви. Открытие состоится 1 июня. Мы впервые увидим внутреннее убранство Преображенского собора. Мы не видели его больше 30 лет. То есть все это было… там были загнаны конструкции, потому что с Преображенкой были проблемы. Ее перебирали, и мы все равно показывали церковь, и люди говорили, как такая махина огромная висит. А их прямо поднимали церковь и перебирали прямо по каждому бревнышку. И, наконец-таки, сейчас вот уже главки готовы. Это так красиво. Это невероятно красиво. И, вы знаете, мне очень нравится одна мысль. Мне кажется, что если будет второе сошествие Христа, он спустится на Кижах. Потому что вот эти вот главки, преображенки, они, знаете, как лестница из неба на землю. И там очень удобно будет спуститься. И будет, конечно же, и фестиваль звонарей, и в Кижах будет обязательно Кижская регата. Она проходит ежегодно. Это очень увлекательное зрелище. Которое на лодках-кижанках надо будет обогнуть. А остров же сам небольшой. Он узенький и длинный. И вот там огибаешь прямо там один мыс. И вот часто приходят девочки первым, девушки, сотрудники музея, потому что они живут некоторые на соседних островах. Но вот для таких регат нужно каким-то особенным образом физически подготавливать свое тело? Нет. Просто берете лодку, либо у вас свое плавсредство. В основном это местные жители, которые в округе. Они тоже шьют кижанки, а лодки не строят, их шьют. Это особая лодка такая. Но приезжают и на чем угодно участвуют. Главное получить знак, что ты хочешь участвовать в Кижской регате. И, ну, не знаю, утешительный приз за то, что ты просто дошел и участвовал. Это без проблем. Сейчас наравне с таким классическим, в классическом понимании, да, туристическим отдыхом развиваются и современные какие-то программы, современное понимание туризма. И часто мы слышим такие слова, как детокс, да, программы, эко-путешествия, какой-то, ну, понятно, оздоровительный туризм, он всегда был популярен. Как можно оздоровить, как можно, да, вот такой ретрит некоторый, вот слово такое употреблю, осуществить непосредственно в Карелии? Ой, наверное, самый популярный, самый знаковый, самое известное место для того, чтобы отдохнуть в плане оздоровления, это же наша бальнеологическая клиника «Кивач», который уже, по-моему, не требуется в рекламе. И, ну, я знаю, что во многих кругах это модно, побывать в санатории «Кивач». Вы знаете, наверное, по-разному можно относиться. То, что это однозначно хорошо, то, что когда с тобой проводят некие процедуры, то, что ты можешь себя совершенно спокойно перестроить и поголодать три чистых дня, никому это во вред никогда не шло. Там потрясающая, конечно, команда врачей, очень хорошее место. Опять же, вот полтора часа ты перелетел на самолете, тебя встречают на автобусе, и уже через час ты уже в своем отдельном номере, в котором есть процедурный кабинет, где тебя потом будут полностью обслуживать, и там очень комфортно. И это реально лес, это реально. И рядышком озеро, то есть там все очень хорошо. Мне кажется, опять же, люди туда едут за тем, что это вот такое, знаете, не массовое такое, да, вот место, когда вот ты приезжаешь, там в сочинский санаторий, предположим, и там людей просто как муравьев. А тут-то просто вот... А тут ощущение, что это вот только тебя вот так обслуживают. Ну, насколько можно себе позволить такой вот отдых, такое оздоровление? Ну, это дорогое удовольствие, честно вам скажу. Я просто сейчас не могу вас сориентировать по ценам, но это дорого. Понятно. Но есть еще такие санатории, где можно пройти минералотерапию, шунгитотерапию, а также еще и приобщиться к такому явлению, как северный флоутинг. Поподробнее могли бы вы рассказать, тем более, о вот этом флоутинге? Флоутинг – это очень интересная история. Делают у нас его только на севере Карелии, это вот Каливальский район. Там ребята закупили оборудование, это такие костюмы оранжевого цвета. Ты их одеваешь прямо на одежду, если ты в шубе, то на шубу, если ты в куртке, то на куртку, на шапку, на все. То есть тебя полностью закутывают, он застегивается на специальные такие липучки, и ты просто, вот, тебя высаживают на льдине, то есть привозят туда на судне, на воздушные подушки, и в тех местах, где нет припая льда, где вот речки впадают в озера, там никогда лед не встает, и вот людей прямо высаживают на льдинах, эти льдины как бы плавают, и они сидят на этих льдинах, прыгают в воду, делают звездочки красивые, то есть балуются, кто-то даже пытается плыть там брасом, кролем. Ну, это вот чистое такое баловство, когда ты в ледяной воде, а чисто визуально, когда они сидят на льдинах, такое чувство, что они как мандаринки такие, оранжевые, особенно издалека, и вот эти мандаринки, когда съезжают ко льдину, переворачиваются, эти мандаринки съезжают вниз, то это очень забавное, это вот чисто вот, ну, не знаю, там, вот какой-то вот такой, это для себя, это чисто развлечение, да, но не сильно дорогое, просто это вот для, для того, чтобы сказать, что я был на флуатинге в Карелии, но насколько это безопасно? Абсолютно безопасно. То есть вот этот костюм... Такая-то надувной костюм, надувной гидрокостюм, который, да, как вот спасательный такой. Да, что касается шунгита, то в основном у нас есть несколько мест в Карелии, где есть шунгитовые комнаты, ты можешь там посидеть, как бы прочувствовать что-то для себя, и есть есть тоун терапия классическая, но только там камни не вулканического происхождения, а камни шунгит. Вот и все. Есть еще такое развлечение, я не знаю, или может быть это тоже каким-то образом, по крайней мере, нашу психику оздоравливает, как наблюдение за птицами, тот же bird watching. Что именно вот в Карелии, я так понимаю, это довольно развитое явление, да, какие-то определенные именно уникальные птицы у вас летают, почему именно в Карелию, а за, я так понимаю, краснокнижными птицами едут наблюдать, и как это влияет вообще на организм? Я поняла. Вы знаете, у нас, во-первых, очень много есть национальных парков, заповедников, где, естественно, водятся птицы, и в том числе краснокнижные. Есть специальные орнитологические туры, когда ты приезжаешь, когда тебя сопровождает сотрудник парка, который может тебе показать, рассказать. Есть вышки делают для того, чтобы наблюдение было лучше, да. И есть в то же время у нас совершенно потрясающее массовое мероприятие, для которого не надо, значит, никаких специалистов. Это наблюдение за нашими пролетными гусями. То есть приезжает, вот прилетает, точнее, на подскок, то есть у них следующая уже остановка Арктика, арктическое побережье, и они у нас должны подкрепиться. Вот все эти гуси, когда они летят, это какая-то фантастика, потому что, понимаете, там нет живого места на Олонинских полях, и поэтому город Олонис назван гусиной столицей Карелии. Там тоже стоит большая вышка, но там и без вышки можно это все видеть. И это уникальное зрелище, и наравне там с обычными гусями пролетными бывают гуси краснокнижные. И помимо гусей там бывает еще очень много всяких разных птиц. Но вот в среднем за один пролет от 300 до полутора... От 300 тысяч до 1500, до полутора миллионов птиц вот может пролететь сначала в одну сторону, а потом в другую. Расскажите еще вот о таком памятнике истории, как старинная Кинерма. Это признанная самая красивая деревня нашей Родины. Что такого уникального? Почему она... Чем она так прекрасна? Я вас немножко поправлю. Дело все в том, что Кинерма, она не самая красивая, а она в 2015 году вошла в список 100 самых красивых деревень России. Этот список все время пополняется, он изменяется. И вот мы вошли в это число. Совершенно маленькая деревенька. Там 16 домов. Это такая родовая деревня, семьи Калмыковых и две сестры Калмыковы. Значит, сестры Калмыковы решили сохранить эту деревню в первозданном виде. Помогли и финские партнеры. Там был очень интересный проект. И добились того, что деревня дошла в первозданном виде практически. И часовня там есть, и бани по-черному топятся. Там можно переночевать. Естественно, это все очень ограничено, потому что мест вот этих гостевых домах их немного. Но вы знаете, вот людям очень нравится погружение, когда их вырывают из привычного вот такого ритма. И когда, опять же, они сначала ухают-ахают, как это мы будем топить печку, для того, чтобы что-то себе приготовить. А как это для того, чтобы там вместо того, чтобы включить душ, мы должны определенное количество времени топить баню, потом ее, значит, открывать, чтобы она все было по-правильному, потому что иначе угоришь. Эта баня по-черному. Когда ходишь в туалет прямого падения, то есть там многих это повергает в шок. А потом ты понимаешь, на самом деле все не так страшно. Во-вторых, у человека есть возможность попробовать себя. А как я вот в этих условиях? А как совершенно спокойно, и люди уезжают довольные, потому что произошло... Знаете, когда вот тебя вырывают из привычной среды, наверное, мы сами меняемся. И, может быть, срываются какие-то маски, может быть, ты становишься проще, потому что там сама обстановка предполагает то, что ты будешь таким, какой ты есть на самом деле. Ольга Валентиновна, в конце зимы в Карелию часто туристы также летают, едут для того, чтобы понаблюдать за северным сиянием. Правильно я понимаю? Можно у вас его увидеть? Его можно увидеть, да. Но только на севере Карелии. Можно увидеть и ближе, но оно же не по заказу у нас. И поэтому из-за частой облачности у нас, к сожалению, не всегда получается увидеть. И не обязательно в конце зимы. Мы однажды ездили с группой на Панаярве, и мне сказали, ну вот все вот выполнено по программе, ну вот все. Но мы еще хотели увидеть северное сияние. Я говорю, ну как так-то? Ребята, говорю, сентябрь месяц, какое северное сияние? И вдруг один из наших участников группы выходит на балкон и говорит, там что-то непонятное, там как будто бы на небе кто-то рисует. Все выскочили, а оказалось северное сияние. Это было на Панаярве 17-го где-то сентября. То есть я была поражена, потому что осенью оно было красивое, не очень цветное, но это было северное сияние. Поэтому сказать, что вот прямо конкретно, скорее всего северное сияние, и чаще всего люди едут в Мурманскую область, потому что там больше гарантий и вероятности его увидеть. Вот сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой какие есть ограничения и правила посещения вашего региона? Все то же самое, как и у всех. Это маски, это определенные расстояния между друг другом, это на улице у нас масок, естественно, носить не заставляют. Если это какое-то массовое мероприятие, то на улице не больше 50 человек. Если это закрытое какое-то мероприятие, то есть помещение, то 20 человек. В принципе, наверное, все. Ну, то есть регион полностью открыт и готов встретить туристов? Конечно, мы очень готовы, и мы очень ждем. Более того, у нас март месяц, по статистике, самый солнечный месяц в году. И поэтому, кто приезжает к нам в марте, это снегоходы, это туры на собачках. Вот кто просто хочет покататься, это есть небольшое катание, а есть люди, которые ходят в походы на собаках, на хаски, на 3 дня, на 4 дня уходят в походы с теплыми стоянками. Есть потрясающие джип-туры по бездорожью, по лесным старым лесовозным дорогам, когда ты реально просто для того, чтобы что-то сделать со своей машиной, спрыгиваешь снег и проваливаешься по пояс. С совершенно удивительными панорамными местами. Это может быть и с зимней рыбалкой. То есть очень много всего, что можно посмотреть. И в этом плане, я считаю, и на остров Кижи, пожалуйста, ты можешь сесть в Петрозаводске и на судне на воздушной подушке через полтора часа быть на острове, то есть по льду. Это очень красиво, очень необычно. И когда говорят, что вот в Карелию хорошо ехать только тогда, когда у вас лето, когда у вас белые ночи, я всегда говорю неправда. Хотя у нас зимой короткий световой день, но мы тоже много чего успеваем и много показываем туристам. Спасибо вам большое, Ольга Валентиновна, за такой виртуальный тур в Карелию. Мы еще раз поняли то, что отдых — это не обязательно бездействие, это скорее смена деятельности. А гостью открытой студии сегодня была заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия Ольга Валентиновна Лукина. Я, Инна Добросовестная. Спасибо вам большое за встречу. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова